Чтобы стать приемным родителем, одного желания недостаточно. Согласно федеральному законодательству, только после получения удостоверения об окончании школы приемных родителей, кандидаты в опекуны, приемные родители и усыновители получают возможность стать на учет и ознакомиться с базой данных детей-сирот, которая формируется органами опеки региона. Крузы для приемных родителей пройдут в Наринмаре с 16 по 20 марта в центре ДАР. Потенциальные родители детей-сирот смогут пройти специальную программу консультативной психологической и юридической помощи. Им помогут разобраться в своих чувствах и намерениях, подготовиться морально и практически к приему ребенка в свой дом, дадут системные знания, необходимые для успешного и надежного создания новой семьи. Для тех, кто уже прошел этот путь и сегодня воспитывает в своей семье ребенка из казенного учреждения, 21 и 22 марта в Наринмаре будет проходить форум приемных родителей региона. Здесь будут обсуждаться актуальные вопросы развития системы поддержки и помощи приемным семьям, обеспечения условий семейного устройства детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей подросткового возраста и одновременного устройства братьев и сестер. Поправить здоровье и весело отдохнуть маленькие жители региона могут, не выезжая за пределы Ненецкого округа. В комплексном центре социального обслуживания при отделении социальной помощи семье и детям на протяжении всего года проводится бесплатный курс оздоровления. Самым популярным кабинетом у маленьких жителей региона стала волшебная комната. По-другому ее даже специалисты комплексного центра не называют. Приятная музыка, приглушенный свет – все это сделано, чтобы дети смогли отдохнуть, расслабиться и немного поиграть. Здесь мы проводим и различные такие игры на развитие и памяти, и логики, и внимания. Но в основном, конечно, здесь идет расслабляющий эффект, чтобы они успокоились после трудового дня. За три часа, что длится смена, с детьми проводится комплекс процедур. В зале лечебной физкультуры ребята могут вдоволь побегать с пользой для растущего организма. В рамках оздоровления в центре проводятся водные и физиопроцедуры. Для повышения иммунитета детям делают специальные ингаляции, ультразвук, магнитотерапию. В завершении каждого дня маленькие посетители центра занимаются с педагогами. Здесь играют, занимаются творчеством, посещают выставки и музеи. Комплекс оздоровления включает в себя 18 дней и происходит в две смены. Первая смена с 9 до 12. Сюда, как правило, ходят ребята, посещающие дошкольные учреждения. И вторая смена с половины второго до половины пятого. Это, как правило, школьники, те, которые учатся в школах в первую смену, а вторую смену приходят и здороваются у нас. Получить бесплатное оздоровление могут все окружные дети от рождения и до 18 лет. Раз в два года. Для этого необходимо записаться в комплексном центре социального обслуживания. По телефону 40271. В соответствии с принятыми федеральными законами в 2015 году россиянам предоставляется возможность выбора варианта пенсионного обеспечения. Как это сделать, нам расскажет гость программы «Социнфо». Начальник отдела персонифицированного учета Ольга Парфенова. Ольга Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Вот что это такое? И кто может сделать выбор? Выбор, варианты своего пенсионного обеспечения могут сделать застрахованные лица 67-го года рождения и моложе. На это им дается срок 2014-2015 год. То есть до 31 декабря 2015 года они должны определиться с таким выбором. Значит, вариантов два. Либо застрахованное лицо отказывается от формирования накопительной части пенсии и направляет все страховые износы на страховую часть пенсии, либо продолжает формировать накопительную часть пенсии и накопительная часть, страховые износы в размере 6% на накопительную часть идут именно на формирование этой вот накопительной пенсии. Что нужно сделать для того, чтобы определиться с выбором? Если застрахованное лицо хочет отказаться от формирования накопительной части, значит, нужно определиться. Если вы ни разу не писали заявление о переходе в какую-либо управляющую компанию либо в некосторственный пенсионный фонд, то, если вы молчун, так называемый, да, то вам ничего не нужно делать и по умолчанию все страховые износы 2016 года пойдут на страховую часть пенсии. Если вы когда-либо писали заявление о переходе в НПФ или о выборе управляющей компании, то необходимо написать заявление о возвращении в пенсионный фонд, либо, оставшись там, где вы находитесь в том, допустим, некосторственном пенсионном фонде, написать заявление об отказе от формирования накопительной части пенсии. А в чем плюсы и минусы вот этих двух вариантов? В принципе, конечно, пенсия будет назначена в любом случае в итоге из размера тех 16% страховых взносов, которые страхователь за вас отчисляет в пенсионный фонд. Но, значит, из этих 16% при первом варианте, когда все страховые взносы идут на страховую часть пенсии, значит, у вас в большем размере формируется страховая часть пенсии, да, накопительная, либо не формируется вовсе, либо и то, что сформировалось до 2014 года, только то будет учтено при назначении накопительной части пенсии, только те страховые взносы. Если при втором варианте, когда вы выбираете вариант и формируете накопительную часть пенсии, то у вас 10% страховых взносов идут на формирование страховой части пенсии, а 6% на формирование накопительное. То есть в итоге все равно 16% взносов идет в дальнейшем для расчета пенсии. Единственное, что они либо идут на страховую, либо на страховую накопительную. Но в итоге выплаты пенсионные не будут отличаться? Нет, выплаты могут отличаться в зависимости от результатов инвестирования накопительной части пенсии в том негосударственном пенсионном фонде, либо в управляющей компанией, куда направлена накопительная часть пенсии, куда человек написал заявление. И если, например, страховая часть пенсии гарантированно индексируется государством не ниже коэффициента инфляции, то накопительная часть пенсии зависит от результатов инвестирования. они могут быть как положительными, так и отрицательными. То есть могут быть и убытки. А вот те жители России, которые начнут работать уже после 2015 года, как им быть? Законом предусмотрено, что те застрахованные лица, которые начинают свою трудовую деятельность с 1 января 2014 года, еще вот у нас закон был принят ранее, чем, например, 2015 год, им дано право выбора своего варианта пенсионного обеспечения в течение первых 5 лет со дня первого отчисления страховых взносов за них страхователем. Либо до достижения, до 31 декабря года, в котором человеку исполняется 23 года. То есть он может начать работать где-то там, подрабатывать, да, летом школьник. Лет 14, да, начинается. Лет 14, да, плюс 5 лет, 19 лет, то есть это еще рановато для осознанного выбора варианта своего пенсионного обеспечения. То есть человеку дается право выбрать до 23 лет. Ну в нашем округе жители какие варианты больше всего предпочитают, выбирают? Вот какой выбор сделали наши северяне? Ну по-разному. В основном, конечно, люди... В основном, конечно, основная масса наших работников, они остались там, где первоначально находились их средства на накопительную часть пенсии, то есть во внешней эконом-банке. Вот. Но вот по итогам кампании 2014 года по приему заявлений о переходе в управляющую компанию либо о переходе в негостарственный пенсионный фонд, значит, пенсионным фондам по нашему округу принято 395 заявлений. Из них, из пенсионного фонда в негостарственный пенсионный фонды перешли 304 человека, сменили один негостарственный пенсионный фонд на другой 34 человека, вернулись из негостарственного пенсионного фонда в пенсионный фонд 43 человека, и 14 человек выбрали управляющую компанию, то есть подали заявление о выборе инвестиционного портфеля. Спасибо, Ольга Николаевна. Напомню, гостем сегодняшней программы «Соц.Инфо» был начальник отдела персонифицированного учета Ольга Парфенова. Задать вопросы и получить личную консультацию вы можете на приеме народных избранников. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ненецком округе информирует о датах личного приема депутатов. 16 марта вас ждет Надежда Хира, депутат городского совета. 18 марта прием проводит Сергей Хабаров, депутат окружного собрания депутатов. Прием проходит с 14 до 17 часов. По адресу улица Смедовича, дом 20А, здание Культурно-делового центра Арктика, вход с площади Марацей. Получить консультации специалистов налоговой инспекции все желающие смогут 27 и 28 марта в рамках акции «День открытых дверей». Налогоплательщики смогут получить консультации по исчислению и уплате НДФЛ, заполнить и подать налоговую декларацию по доходам, скачать специальную программу и воспользоваться интернет-сервисами. Прием будет проходить по адресу улица Оленная, 25А, операционное окно номер 1 и 2. 27 марта прием пройдет с 9 до 20 часов, а 28 марта с 10 до 15.